Всем привет! Меня зовут Софа и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео просто хочу вам рассказать о том, как я попала на встречу с космонавтом Сергеем Николаевичем Рязанским. Попала я туда благодаря своему любимому ученическому совету, которому я очень благодарна, а также благодаря своему рвению. Это мероприятие проходило в формате открытой беседы. В общем, люди просто задают вопросы гостю, и гость на них отвечает. Сразу скажу, что несмотря на то, что я была не раз на подобных мероприятиях, обычно люди очень вялые, задают очень мало вопросов, и всегда найдется человека 2-3, которые прям засыпают различными вопросами, начиная, ну в данном случае, от проблем российской космонавтики, заканчивая какими-то личными вещами, да, как жизненные ориентиры, ценности и так далее. Вообще, немножко расскажу, наверное, из того, что я помню, что вообще нам рассказывал, да, вот Сергей Николаевич. Рассказывал о каких-то нелепых ситуациях, произошедших на борту. Ну, либо даже не нелепых, а, наверное, больше каких-то смешных. В общем, такая ситуация была, что когда он пролетал мимо Земли, он увидел на территории Франции круги, квадраты, треугольники, в общем, что-то такое, какую-то символику. И он решил это сфотографировать и выложить в Инстаграм. И он рассказывает, вот, в Инстаграме висит фотография и мнение людей по поводу, что это вообще значит. 151 комментарий. 150 комментариев о том, что это инопланетяне, конец света, все, Земля, конец, Земля взорвется. И 151 комментарий. Серый молодец. Сфотографировал французский альтеррерийский полигон. Еще на данном мероприятии была такая нелепая ситуация. Ну, можно было в голос прожаться с этого. В общем, пришел гость, слушатель, да, который решил свой вопрос задать космонавту. Космонавту российскому, то бишь Роскосмос, представитель Роскосмоса. Но пришел он в футболке НАСА. В общем, вы поняли, о чем я. Сам Сергей Николаевич это заметил, сказал, что он носит вражеский флаг на себе. И чтобы он ждал мерчи от Роскосмоса, в общем-то. Как-то это вяло все рассказывал. Ну, ладно, в общем. Также были гости, которые рассказывали о самом Рязанском, как о очень скромном человеке, очень честном. Да и, в принципе, вот. Ну, кстати, большинство вопросов были посвящены, наверное, стереотипам о космонавтах, о летчиках. Ну, вот каким-то мифам, может быть. Ну, и все, в принципе. Я просто уже очень плохо помню, прям досконально все вопросы, потому что это было полтора месяца назад. И что я полтора месяца делала, я не знаю. Но я хорошо помню о выводах, которые я сделала после данного мероприятия, после данной встречи с ним. Ну, вывод первый, что если ты чего-то действительно хочешь, ты этого обязательно добьешься. Никто тебе не помешает. Помешать тебе может только твоя собственная лень. Вот и все. И сейчас я активно работаю над тем, чтобы заполучить свое. Вот. Потому что, наверное, эта встреча меня прям очень сильно замотивировала, и это был прям такой пинок для меня. Вот и все. Я все рассказала, что хотела. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за просмотр.